Уважаемые зрители и слушатели канала Истории Николая Полонского, я сердечно приветствую вас, и мы продолжаем с вами заниматься изучением царствующих европейских династий. И я убедительно прошу вас не забывать подписываться на канал, ставить свои лайки. Так устроен YouTube, что это позволяет возможность еще большее количество людей увлечь этой потрясающей историей, связанной с личностью известных людей, о которых, может быть, мы многое что и знаем, и слышали, но, тем не менее, мы с вами в рамках наших встреч узнаем их в большей степени как личности и как людей со своими страданиями, со своими переживаниями, со своими определенными комплексами. И также, если у вас есть определенные предложения по части сотрудничества с каналом, и также, если вы хотите поддержать его работу и сделать в техническом отношении, прежде всего, еще более эффективным, то все необходимые материалы вы найдете в описании к данному видео. А сегодня мы с вами поговорим о женщине, имеющей большое значение в жизни и судьбе, другой, самой известной женщины 20 века, королевы Великобритании Елизаветы II. Мы сегодня говорим о ее бабушке, королеве Марии, которая была женою короля Великобритании Георга V. Мы с вами сегодня рассмотрим судьбу женщины, которая на протяжении всей своей жизни олицетворяла прежде всего этот высочайший статус королевского величия. И именно это она передала своей старшей внучке, королеве Елизавете II, которая была признанным эталоном монарха 20 века. И во многом мы сегодня с вами попытаемся разобраться в сущности личности бабушки королевы Великобритании, которая так много сделала для утверждения ее характера, которая советовала ей следующему быть верной девизу «Никогда не жалуйся и никогда не оправдывайся». Вот с этим Елизавета II жила всю свою жизнь. И никаких интервью она не давала. И это во многом есть следствие воспитания своей бабушки, королевы Марии. И мы сегодня с вами рассмотрим, а на самом деле вот за этой стальной фактически женщиной, на лице которой никогда не приступала какая-то эмоция, которая всегда была верна прежде всего принципам этого королевского величия. А в ней вообще внутри были какие-то проблемы, были определенные обстоятельства, которые заставляли ее действительно, как все мы, страдать, переживать, чувствовать, вот именно это ощущение потери. Ведь, понимаете, интересным для многих людей стало то, что в 2003 году вышел фильм под названием «Потерянный принц». Он был посвящен жизни самого младшего сына, короля Великобритании Георга V и королевы Марии, принца Джона. Мальчик с детства страдал эпилепсией. И именно от этой болезни он и скончался. И как мы с вами можем понимать, именно эта болезнь, она, конечно же, в большей степени заставляла его страдать. И вот это все происходило на глазах его родителей, на глазах его матери, королевы Марии. Поэтому, когда его не стало, для нее это была катастрофа настоящая, матери прежде всего. Поэтому мы сегодня с вами говорим не только о королеве Великобритании, супруге и короля Георга V. Мы с вами говорим о женщине, которая потеряла на протяжении всей своей достаточно долгой жизни троих собственных сыновей. И как она с этим справилась, через что на самом деле внутренне она проходила, очень хорошо показывает героиня Миранда Ричардсон. Это актриса, которая сыграла королеву Марию в этом фильме «Потерянный принц». И, по сути дела, в 2003 году произошло даже в каком-то смысле переосмысление, понимание того, а кто на самом деле была королева Мария. Она была вот именно этой величественной королевой, любящей бриллианты, украшения, вот эти всем помпезные церемонии. Либо на самом деле она была мать, обычная женщина, которая страдала от того, что ее собственный сын страдает. Вот мы сегодня рассмотрим в первой части нашей встречи историю семьи королевы Марии, потому что однажды несколько подписчиков написали мне о том, что очень хотели бы услышать историю жизни именно семьи Текских, из которых происходила Мария, королева Великобритании. Мы сегодня поэтому в первой части рассмотрим историю этой семьи, разберемся во внутренних хитросплетениях, семейных связей, династических аспектов. Это поможет нам разобраться в сущности личности королевы Марии, а затем мы уже разберемся непосредственно, последовательно в ее биографии. Итак, обо всем по порядку. Что касается происхождения Марии, то вы можете спросить, а кто такие вообще эти Текские? Почему такое название и что, собственно, из себя представляет эта семья? Дело все в том, что семья герцогов Текских, которым принадлежала королева Мария по отцовской линии, имеет весьма непростую историю. Давайте ее разберем. Итак, отцом нашей героини, королевы Марии, является Франц или Фрейнсис, уже в английском варианте, герцог Текский. Он жил с 1837 по 1900 год. И причем, надо сказать, что его полное имя – это Франц Пауль Карл Александр Людвиг. И при рождении он имел очень интересный титул. Смотрите, это фон Хоенштайн. Этот титул он получил, исходя из того, что брак его родителей, принца Александра Вертембергского и венгерской графини Клодины Реди являлся марганатическим, и поэтому в 1835 году австрийский император, на службе у которого был тогда принц Вертембергский, он даровал для, вот, в частности, этой графини Реди титул графини фон Хоенштайн. Поэтому все дети получили именно эту титулатуру, а в семье их было трое. При этом, если мы посмотрим на предшествующее поколение, то есть, кто были дед и бабка для Марии Терской по линии отца, то, соответственно, что мы с вами выясняем? Это герцог Александр Вертембергский, он был генералом австрийской армии и жил с 1804 по 1885 годы. Но что интересно, дело все в том, что принц Александр Вертембергский, носящий титул герцога Вертембергского, он был из очень старинной династии, которая на протяжении фактически целого тысячелетия управляла небольшим княжеством, потом ставшим герцогством, а потом ставшим и королевством европейским под названием Вертемберг. И что примечательно, может быть, если мы с вами говорим все-таки в контексте уже взаимоотношений династических между различными царствующими династиями, то Вертембергская семья, она очень была тесно родственными узами, связана с династией, царствующей в России, соответственно, с домом Романовых. Каким образом? Дед нашей героини, принц Александр Вертембергский, он был племянником для Софии Фредерики, принцессы Вертембергской, которая была второй супругой российского императора Павла I, и была матерью для императоров Александра I и Николая I. Таким образом, для Марии Терской, королевы Великобритании, Александр III российский император, он приходился двоюродным братом, но, правда, через несколько поколений. Также, если мы с вами смотрим на генеалогию деда Марии Терской, то что мы выясняем? Другой дядя его, Фридрих I, он был королем Вертемберга, и уже его сын Вильгельм II, то есть двоюродный брат Александра, он был женат на русской великой княжне Екатерине Павловне, своей двоюродной сестре, которая была дочерью Павла I, императора, и сам уже Вильгельм II, король Вертемберга, от следующего брака, третьего, имел сына Карла I, который был королем Вертемберга в середине XIX века, и, в свою очередь, он также женился на другой русской великой княжне Ольге Николаевне, и это нам очень важно, она дочь Николая I, русского царя, потому что Мария Терская, когда родится, и мы будем когда уже более подробно говорить о ее жизни, то одним из крестильных ее имен будет Ольга. Вот понимаете, не случайно, потому что ее двоюродный дядя, король Вертемберга Карл, был женат на русской великой княжне Ольге. Видите, как все взаимосвязано, и какая связь между Романовыми и Вертембергским домом, и королевой Марии, соответственно, выявлена. Вот этот принц, Александр Вертембергский, то есть это дед Марии Терской по линии ее отца, он в 1835 году в Вене женится марганатическим драком, то есть это неравнородный альянс, и поэтому, соответственно, уже он теряет права на Вертембергский престол. Его супруга, его супругой становится венгерская графиня Клодина Реди фон Кисреет. Она вообще славилась своей красотой, она жила с 1812 по 1841 год, и надо сказать, что она происходила сама из очень древней фамилии, но не имеющей царственного статуса, и поэтому брак считался марганатическим. Но обращаю ваше внимание на происхождение графини вот этой венгерской, Клодины Реди, которая является бабкой для Марии Терской, потому что оно уводит нас вообще-то в историю, достаточно интересную в каком смысле. Среди прямых предков вот этой графини венгерской был Ференс Реди, князь Странсильвании, который царствовал в середине 17 века, который, в свою очередь, является потомком небезызвестного графа Дракулы. Вот представьте себе, да, вот этот образ, который был создан кинематографом, как же граф Дракула по произведению Брэма Стокера, этот прообраз этого, значит, такого кровожадного вампира, это Влад Тепеш, правитель Валахии, который правил Валахией в 15 веке, и это один также из предков графини Клодины Реди, бабки Марии Терской. И вот здесь очень интересное и примечательное обстоятельство, к чему я это говорю. Потому что родовой усыпальницей семьи графов Реди является церковь Святого Георгия, которая находится на территории современной Румынии. Вот мы можем очень часто встретить информацию о том, что принц Уэльский Чарльз, нынешний король Великобритании, уже Чарльз III, а раньше еще в статусе принца Уэльского, он очень любил посещать Румынию. И вообще у него очень тесные отношения с главой королевской фамилии Румынии, нынешней Маргаритой, хранительницей королевской короны, какой у нее официальный статус на сегодняшний день. Так вот, они очень часто посещали различные места, связанные в том числе с предками Чарльза по линии, вот в частности, Марии Терской. То есть, эта связь между Чарльзом и Румынией, у него есть там ряд благотворительных проектов, в которых он принимает участие, обусловлена не только его личным знакомством с Маргаритой Румынской, они действительно с детства росли вместе и замечательные друзья. Но это еще и потому, что у британской королевской фамилии, благодаря вот такой генеалогии со стороны Марии Терской, есть капелька румынской крови. Представляете, как это интересно? И получается так, что сам принц Чарльз даже участвовал в восстановлении церкви святого Георгия, где похоронены вот эти его венгерские, венгерско-румынско-валахские, получается, древние предки. Отец Марии Терской, он родился в Хорватии в 1837 году, и надо отметить, что вот при рождении, как я уже также сказал, он имел этот титул графа фон Хоинштайна. Он, в общем-то, военный человек, он герой войны, и причем надо отметить, что его очень уважают при Венском дворе. Там он считается одним из самых красивых мужчин Венского двора. И в 1863 году он получает титул от короля Вюртемберга, Карла I, то есть своего двоюродного брата, титул светлости, и также, что для нас примечательно, что потом будет предопределять всю историю семьи Текских, титул Князь Тек, Князь фон Тек. Вот что это такое, фон Тек? Почему так это все обозначается? Дело все в том, что изначально вот эта титулатура фон Тек, она имеет древнюю историю. Она была впервые создана еще в 1187 году, и тогда это все, собственно, связано с замком, который находился на тот момент на территории Швабии. Но потом, впоследствии, с уже начала 16 века, замок перешел уже в подчинение, то есть вот эти земли, да, замка, они перешли в подчинение Вюртембергу, и, соответственно, вот эта титулатура, она также осталась в рамках уже юридической силы, в рамках исключительно компетенции короля Вюртемберга. И вот, собственно говоря, уже в 1863 году, поэтому король Карл I Вюртембергский, он решает для своего двоюродного брата, который родился в результате вот этого неравнородного брака, даровать этот титул, он становится князем фон Тек, то есть это, в общем-то, конечно же, его в большей степени в социальном отношении делает человеком уже более весомым. Главный здесь момент заключается в том, что он нуждается в деньгах, он ищет очень хорошую партию для себя в плане брака, потому что это, конечно, может решить его очень многие финансовые трудности, и также брак ему позволит улучшить свое социальное положение. А тут получается следующее очень интересное обстоятельство. В 1865 году наследник британского престола, тогдашний принц Уэльский, Эдвард, будущий король Эдвард VII, наследник королевы Виктории, он приезжает со своей супругой в Вену. Ну вот состоялся у них такой, как это всегда бывает, государственный визит. И в рамках этого визита он примечает князя Текского, потому что это очень человек достойный, он герой войны, да, он нуждается, и, следовательно, это тоже очень такой неплохой аспект, которым, во всяком случае, можно манипулировать. И у тогда принца Уэльского возникает идея, а почему бы вот этого очень привлекательного молодого человека, достаточно перспективного, в военном отношении прославленного, почему бы его не соединить узами брака с одной из принцесс Великобритании, скажем несколько слов, о матери Марии Текской, потому что ее жизнь, она тоже почему имеет большое значение? Потому что те комплексы, которые потом, впоследствии, у королевы Марии с детства будут, они очень тесно проявятся, вот они очень тесно связаны с ее историей жизни матери, и потом, впоследствии, вот ее большая любовь к драгоценностям, к украшениям, к тому, что она хотела быть лучше, и доказать вот это свое превосходство, основывается еще из-за вот этих определенных проблем, связанных с положением ее матушки. Хотя, надо сказать, вот смотрите, ее мать, она родилась в достаточно семье очень высокостатусной. Она принцесса по рождению Мария Аделаида Вильгельмина, принцесса Великобритании. Родилась в 1833 году в Ганновере. Все дело в том, что ее отец, принц Адольф, герцог Кембриджский, он был седьмым сыном короля Великобритании, Георга Третьего, и он был вице-королем Ганновера с 1816 по 1837 год. И уже когда в 1837 году произошли определенные политические обстоятельства, сейчас не буду уже в эти подробности вникать, но он возвращается в Великобританию, и уже там живет вместе со своей семьей, со своей супругой, принцессой Августой Гессенкассельской, и с тремя детьми. И вот младшим ребенком в этой семье была дочь Мария Аделаида, и ее официальная титулатура принцесса Кембриджская, потому что ее отец, он, значит, член британской королевской фамилии, носит титул герцога Кембриджского, соответственно, она принцесса Кембриджская. И она, значит, живет в Великобритании, но у нее проблема, никто не хочет на ней жениться. Слишком она, как бы мы это так могли бы обозначить, корпулентная. У нее действительно был очень большой вес. Она не была привлекательной, хотя надо сказать, что очень всегда во всех отношениях была дамой, будем говорить так, любезной и очень симпатичной в общении. Но вот эта ее личная определенная проблема, связанная с весом, она не позволяла ей найти подходящего жениха. Хотя вот над ней подшутили, даже шутили каким образом, что когда принцесса Мария Аделаида желает где-то сесть, то необходимо вместо одного аж целых два стула приносить. То есть, понимаете, вот как для молодой девушки тогда это было слышать все. И тут, конечно, когда появляется партия вот этого красавца, военного принца, вернее, тогда он не принц еще, да, он, значит, он князь Текский, он молодой, красавец. Для него это есть возможность поправить свое социальное положение, потому что он благодаря браку с принцессой Великобритании, Мария Аделаида Кембриджская может существенно улучшить свои позиции в этом смысле, а она прежде всего может вообще-то найти для себя очень даже неплохую кандидатуру в плане уже мужа. То есть быть человеком по-настоящему счастливый. Значит, сам Фрэнсис, герцог Текский, он уже переезжает со своей уже супругой, они живут непосредственно в Великобритании, то есть он более уже в Европе, в Австрии не служит, он приходит на службу в британские вооруженные силы. И, правда, надо отметить, что в 1871 году от короля Вертемберга он получает титул герцога. Вот это существенно его статус еще более возвышает. Но это, конечно, связано с тем, что он женился на принцессе Великобритании, чтобы как-то еще в большей степени его статус сделать составляющим в высшем плане, то король Вертемберга идет на это. И таким образом Франц, он уже становится герцогом Текским. А это уже высокий статус, позволяющий его детям именоваться принцами и принцессами. Поэтому, когда мы говорим с вами о королеве Марии, то она при рождении, она поэтому и имеет этот титул принцесса Текская. Она дочь герцога Текского, который стал таковым в 1871 году. Но при этом финансовое положение семьи достаточно печальное. И я на это особенно обращаю ваше внимание, потому что дочь, родившаяся от этого брака, наша героиня, Мария, она, в общем-то, с самого детства видела, как семья нуждается в средствах. Если быть точнее, вот что мы можем с вами обнаружить. Значит, государственное пособие жены составляло 5000 фунтов стерлингов в год. Это 525 тысяч фунтов стерлингов на 2013 год. При этом семья жила в Кенсингтонском дворце, поэтому все дети, родившиеся в браке, они появились на свет именно в Кенсингтонском дворце. То есть королева Мария, она также появилась на свет в Кенсингтонском дворце и с самого детства она была интегрирована в пространство жизни британской королевской фамилии. В 1883 году отец королевы Марии, герцог Терский Франц, он был вынужден уехать из Великобритании. Это было связано с чем? Вот здесь, смотрите, как интересно все получается. Значит, семья нуждается в средствах. Средств нет. Но при этом герцог Терский, он хочет, чтобы его семья жила на уровне всех других аристократов британских, поэтому нужно жить на широкую ногу, так же, как и они, чтобы не казаться ниже, чем они. Поэтому он очень быстро растратил очень большое количество вот этих всех денег, которые получил в результате брака с принцессой Мария Аделаидой Кембриджской. И чтобы скрыться от многих долгов, семья была вынуждена уехать в Европу. И с 1883 по 1885 годы вот, собственно, они как бы так вот путешествуют по Европе, а по сути дела они живут у своих родственников, на их содержании. Зачем же тратить деньги свои собственные, если можно жить очень весьма приятно в рамках уже какого-то гостеприимства той или иной семьи из уже контекста ваших родственных связей. А затем они принимают решение вернуться в Лондон. И уже затем, в дальнейшем, в 1887 году, герцог Текский, он получает от королевы Виктории титул Высочества. Но этот титул был ненаследственным. Вот тут тоже очень важный аспект. То есть родители Марии королевы Текской, они с самого своего фактически вот время становления Великобритании были, как бы вам сказать, вот людьми несколько... С одной стороны, да, это члены королевской фамилии, но они очень второстепенные члены этой семьи, они не имеют такого высокого статуса, они всегда в каких-то очень таких вторых, даже если не сказать, третьих ступенях близости уже к непосредственно королевскому двору находятся. При этом надо сказать, что они достаточно долго ждали рождения своего первого ребенка. А первенцем была их единственная дочь Мария. А уже потом, впоследствии, родились сыновья. Вот мы сейчас рассмотрим историю этих членов британской королевской фамилии, которые были герцогами Текскими, а потом были вынуждены отказаться от этой титулатуры. И почему мы тоже с вами сейчас рассмотрим. Итак, у королевы Марии по старшинству были следующие братья. Старшим был Адольф. Он жил с 1868 по 1927. Но в 1917 году, в результате начавшегося уже, начавшегося процесса, связанного с тем, что все-таки очень непростые были тогда взаимоотношения, мы понимаем, с вами идет война Первая мировая, и очень многие члены британской королевской фамилии, они отказываются от своих немецких титулов. И даже сама семья, она от названия прежнего Сакс-Кобрготская переходит в название Виндзорская по названию Виндзорского замка. Это все связано именно с войной, из-за войны с Германией. И тогда герцоги Текские в 1917 году, они отказываются от своей титулатуры, они более не герцоги Текские, они становятся маркизами кембриджскими. И вот, собственно, Адольф, он и становится маркизом кембриджским, при этом в 1911 году от короля Георга Пятого он получает стиль высочества. Это очень, конечно, высокий статус в прямом смысле. То есть он уже его высочество, на тот момент еще герцог Текский. И затем уже впоследствии он себя очень достойным образом проявит на военной службе Великобритании. И уже с 1917 года, после отказа вот именно от титула герцога Текского, он становится маркизом кембриджским, и, следовательно, все его дети, они носят титулатуру лордов и леди кембриджских. И вот старший его ребенок, дочь, леди Мэри Кембриджская, она впоследствии выйдет замуж в 1923 году за десятого герцога Бафора и будет проживать в знаменитом Бэдминтонском дворце. И, кстати, тоже обращаю на это внимание, потому что последствия, когда будут годы Второй мировой войны, королева Мария, наша героиня, она некоторое время будет жить именно в этом Бэдминтонском дворце. Вот, казалось бы, да, вот эта игра Бэдминтон, она именно так и называется, потому что ее прародиной является Бэдминтонский дворец. Именно там, на лужайках этого дворца формировалось то, что потом впоследствии станет так популярным уже в более позднее время. Следующим ребенком Адольфа была дочь леди Эллен Кембриджская. Она вышла замуж за Джона Гибса, полковника, но, надо сказать, престолюдийно по происхождению. Следующим ребенком был Фрэнсис, лорд Кембриджский. В 1940 году он погиб в Бельгии в годы Второй мировой войны. Это все родные племянницы и племянники для нашей героини, королевы Марии Текской. И также родился следующий самый последний четвертый ребенок Адольфа. Это Джордж Кембриджский, второй маркиз Кембриджский. Он скончался в 1981 году и вот именно на нем уже семья пресеклась именно мужских родственников Марии Текской по линии ее отца. Он был последним представителем именно уже этой линии и его дочь Мэри, скончавшаяся в 1999 году, также была представительницей высшей знати в Великобритании и была подружкой невесты Елизаветы Второй, тогда еще наследницей престола, когда она в 1947 году выходила замуж за принца Греции и Дании Филиппа. Понимаете, к чему еще я тоже это говорю? Что бы мы с вами сейчас имели представление о тех представителях британской королевской фамилии, которые в нее входили, но тем не менее они не воспринимаются как вот члены именно британской королевской фамилии, о них мало просто что-то известно. После уже брата королевы Марии Адольфа был родившийся в 1870 году принц Франс. Он скончался в 1910 году, он был военным, закончил военную академию в Санхерсте и правда надо сказать, что вошел в историю не самым достойным образом, потому что у него была многолетняя возлюбленная, которая была по сути дела причиной большого семейного скандала, потому что семейные изумруды герцогов Терских были ей по сути дела подарены и потом королева Мария она очень многое предпринимала для того, чтобы вот эти изумруды вернуть и ей пришлось унижаться и по сути как-то вот так напрямую требовать у возлюбленной Франса своего брата вот эти вот фамильные драгоценности это кстати конечно свидетельствует о том, что все-таки вот эта вот ее страсть к всему такому роскошному она в ней была очень серьезной следующим по страшинству был младший самый брат принц Александр Текский он родился в 1874 году прожил большую жизнь и скончался в 1957 году он носил титул с 1904 года графа Алтона и в 1904 году он женился на Алиси Олбани принцессе Великобритании это тоже одна из очень известных представительниц британской королевской фамилии и она очень многое конечно сделала в рамках уже Второй мировой войны она была дамой во-первых примечательной во многих отношениях потому что она возглавляла в годы войны несколько благотворительных организаций также была президентом отделения медсестер бригады святого Иоанна Канады она была на всех коронациях британских монархов и прожила очень большую жизнь скончалась в возрасте 97 лет и была самым долгоживущим представителем британской королевской фамилии она умерла в 1981 году потом последствии уже этот рекорд побьет королева мать о которой мы также с вами будем в одной из наших лекций говорить и вот самый младший брат королевы Марии Александр граф Алтон вот именно под таким титулом он вошел в историю он примечательен еще тем что был генерал-губернатором в Южной Африке а затем с 1940 года был генерал-губернатором Канады и также в 1953 году он участвовал в коронации королевы Елизаветы Второй и был последним живущим правнуком короля Георга Третьего сейчас мы с вами уже переходим после того как рассмотрели именно сюжет связанный с генеалогией с происхождением именно королевы Марии по этой текской значит родословной уже к ее непосредственной жизни к ее уже биографии и так что мы о ней знаем королева Мария имеет полное имя Виктория Мария Текская она родилась 26 мая 1867 года и одним как я уже и сказал крестильных ее имен было имя Ольга это Ольга соответственно русская великая княжна Ольга в честь нее она получила это имя которое вышло замуж за ее дядю короля Вертемберга Карла Первого так что вот такая очень интересная получается династическая символическая связь принцесса родилась в Кентинтонском дворце в Лондоне в той же комнате где 48 лет назад родилась королева Виктория ее получается двоюродная тетка королева Виктория тогда приехала чтобы увидеть новорожденную и заметила что она очень красивая и имеет замечательные черты лица и густые волосы и вообще надо отметить что королева Виктория она в буквальном смысле начинает с самого детства следить и патронировать за этой юной принцессой она и очень мила очень симпатична и конечно же наверняка королева Виктория она рассматривала вот уже с самого детства эту новорожденную принцессу в качестве очень неплохой кандидатуры в жены для одного из своих возможно внуков а возможно кого-то и других членов британской королевской фамилии во всяком случае принцесса Мария родившаяся в 1867 году она была единственной девочкой которая появилась в этой самой младшей линии британской королевской фамилии которая не связана напрямую с Викторией то есть на тот момент на середину на вторую половину 19 века британская королевская фамилия она состояла непосредственно из всех прямых потомков королевы Виктории известно у нее было 9 детей большое количество внуков а вот Мария принцесса Текская она часть британской королевской фамилии но только младшей ветви этой семьи и одна единственная девочка и конечно к ней очень большое внимание она все-таки наследница этого высокого статуса титулатуры и поэтому королева Виктория с самого детства следит за ее детством принцесса Виктория Мария а вот именно такое ее имя под которым она живет на тот момент была крещена в королевской часовне Кентинтонского дворца 27 июля 1867 года Чарльзом Томасом Лонгли архиепископом Кентербрийским с раннего возраста она была известна своей семье друзьям и публике под уменьшительным именем Мэй в честь месяца своего рождения воспитание Мэй было веселым но довольно строгим она была старше из четырех детей и единственной дочерью и научилась проявлять свою врожденную осмотрительность твердость и такт разрешая мелкие детские споры трех своих младших братьев она часто играла со своими братьями детьми принца Уэльского которые были с ней одного возраста она выросла в Кентинтонском дворце в Лондоне и также в белом домике в Ричмонд-парке который королева Виктория предоставила ее семье на постоянной основе она получила домашнее образование у своей матери и гувернантки как и ее братья пока их не отправили в специализированные школы-интернаты герцогиня Тэгская проводила необычно много времени со своими детьми для дамы ее времени и статуса позднее мать и дочь вместе участвовали в различных благотворительных мероприятиях включая посещение многоквартирных домов бедняков Мэй была близка со своей матерью и выступала в качестве ее официального секретаря помогая организовывать различные светские мероприятия она она также была близка с другой своей теткой Августой великой герцогиней Мекленбург-Стрелицкой которая была замужем за великим герцогом Фридрихом Вильгельмом в 1886 году Мэй дебютировала в своем первом сезоне и была представлена при дворе ее статус единственной незамужней британской принцессы которая не была потомком королевы Виктории сделал ее подходящей кандидатурой на роль невесты самого завидного жениха королевской семьи принца Альберта Виктора герцога Кларенского ее двоюродного брата старшего сына принца Уэльского Эдуарчи 3 декабря 1891 года в Лутонху тогдашней загородной резиденции посла Дании Альберт Виктор принц Великобритании старший внук королевы Виктории носящий титул герцога Кларенского предложил Мэй выйти за него замуж и она согласилась выбор Мэй в качестве невесты герцога во многом был обусловлен любовью к ней со стороны королевы Виктории а также ее сильным характером и чувством долга однако через 6 недель после помолвки Альберт Виктор умер в результате пандемии гриппа и при этом надо отметить что вот эта ситуация она роднит Марию с другой женщиной которая вошла в российскую историю как императрица Мария Федоровна она урожденная датская принцесса Дагмар она приехала в Россию для того чтобы выйти замуж за наследника престола цесаревича Николая но в 1865 году он скончался скончался от болезни легких и она становится невольно с одной стороны помолвлена была с Николаем а с другой стороны она оказывается в ситуации а что ей делать дальше и принимается решение чтобы она вышла замуж за следующего по старшинству брата Николая следующего наследника престола Александра будущего Александра Третьего и датская принцесса Дагмар мать Николая Второго жена Александра Третьего она родная сестра для английской королевы Александры чьим сыном и был вот этот самый Альберт Фиктор герцог Ларинский скончавшийся так абсолютно внезапно и его невеста которая оказывается в такой же ситуации как и ее получается родная тетка ее несостоявшегося жениха она тоже оказывается в этой же самой ситуации и положении когда для нее королева Виктория решает сделать следующую опцию раз уж она решила выдать ее замуж за наследника престола так пускай это будет следующий наследник и вот следующим наследником на тот момент был герцог Йоргский Джордж или Георг как он потом впоследствии вошел в историю под именем короля Георга Пятого таким образом желание британской королевы Виктории во что бы то ни стало женить уже следующего своего наследника и именно на Виктории Марии своей любимой племянницы оно никуда не исчезает оно очень во всех смыслах конкретно и она подталкивает своего внука герцога Йоргского к тому чтобы он сделал предложение Марии но как это сделать когда мы с вами смотрим на жизнь двора кажется что на первый взгляд это может быть и весьма и легко сделать но по сути дела есть очень строгие этики двора поэтому необходимо это тоже сделать в рамках определенных обстоятельств и тогда герцогиня Фаевская принцесса Луиза это одна из сестер герцога Йоргского она приглашает герцога Йоргского и Викторию Марию к себе в гости и она предлагает своему брату Джорджу пригласить Викторию Марию прогуляться у водоема послушать как квакают лягушки вот представьте себе как вот замечательно и феерично сделал предложение герцог Йоргский будущий король Георг Пятый своей будущей супруги под эти самые квакающие лягушки то очень интересное обстоятельство связано еще и с тем что у нее же ведь было два свадебных платья одно из них было изготовлено еще в 1891 году для ее предполагаемой свадьбы с герцогом Кларенским и тогда ее мать герцогиня Текская Мария Аделаида она во что бы то ни стало хотела чтобы платье было британского производства потому что она сама возглавляла женскую национальную шелковую ассоциацию и после объявления о помолвке она обратилась к портному Артеру Сильверу из Сильвер Студио и собственно это предложение разработать платье было для него уже обозначено платье Ландыш было закончено всего за несколько дней до безвременной кончины герцога Кларенского в январе 1892 года и уже по этой причине для нового брака с новым женихом от прежнего платья было естественное желание отказаться принято для свадьбы Марии с Георгом был выбран дизайн майские шелка на платье были вышиты символичные для Британии эмблемы розы это эмблема самой исторической Англии трелистника эмблема Ирландии и чертополоха это уже символ Шотландии и также платье было украшено традиционными цветами апельсина принцесса Мария дополнила свадебный наряд бриллиантовой тиарой от королевы Виктории и вообще мы с вами должны учитывать тот момент что сама Виктория Мария она очень будет уделять большое внимание бриллиантам драгоценностям такого порядка для себя в течение всей последующей жизни поэтому так для нее было важно утвердиться и когда она уже выходит замуж чтобы вот это бриллиантовое украшение тиара на ней была тогда во время заключения брака в 1893 году в королевской часовне Сент-Джеймского дворца газета Таймс тогда писала следующим образом она описывала невесту такими словами под звуки свадебного марша из Лаенгрина принцесса Мария попадает в поле зрения всех наблюдателей в самом буквальном смысле с опущенными глазами и румянцем на щеках она выглядит изысканно хорошенькой ее платье из серебряной и белой парчи с его искусно сплетенными трелистниками розами и чертополохом одновременно просто и элегантно нет никакого шлейфа или во всяком случае ничего что сковывало бы движение невесты и то в то время как простой придворный лифт демонстрирует ее тонко вылепленную фигуру во всем совершенстве таким образом мы с вами понимаем что конечно эта невеста настоящая красавица на нее смотрят и ею восхищаются она высока стройна элегантна у нее великолепные манеры она говорит на многих иностранных языках одним словом она идеальная жена для будущего короля Великобритании в ней есть те качества характера которые так важны для человека ее статуса она очень верна долгу она понимает что от нее требуется в рамках ее непосредственно уже статуса новые герцоги герцогини Йорские стали жить в Йорском коттедже в поместье Сандринген в Норфолке и в апартаментах Сан-Джеймского дворца при этом хочу обратить внимание что Йорк коттедж был скромным домом для членов королевской семьи но его очень любил герцог Йорский которому нравилась относительно простая жизнь и именно там в этом коттедже у него у них рождаются шестеро детей Эдвард Альберт Мэри Генри Джордж и самый младший сын принц Джон дети были переданы на попечение няни как это было принято в семьях из высшего сословия в то время первую няню уволили за ненадлежащее поведение а вторую за жестокое обращение с детьми иногда кажется что Мэри и Джордж не уделяли должного внимания детям сначала они не заметили жестокого обращения няни с молодым принцем Эдвардом и с принцем Альбертом а их младшего сына принца Джона поселили на частной ферме в поместье Сандринген чтобы скрыть от публики его эпилепсию несмотря на строгий публичный образ Марии и статусные рамки личной жизни она была заботливой матерью и утешала своих детей когда они страдали от строгой дисциплины принц Эдвард впоследствии ставший королем Эдвардом Восьмым с любовью писал о своей матери в мемуарах Ее мягкий голос ее культура ее уютная комната переполненная личными сокровищами были неразделимыми составляющими счастья связанного с часами жизни ребенка Таковой была гордость моей матери в своих детях что все что происходило с каждым имело для нее первостепенное значение с рождением каждого нового ребенка мама заводила альбом в который она кропотливо записывала каждый прогрессивный этап нашего детства однако надо отметить что в частных письмах жене после смерти своей матери он выражал менее снисходительное мнение и конечно это обусловлено уже теми проблемами которые были связаны с уже личной жизнью самого Эдуарда который решил жениться на Олес Симпсон и отречься от престола и конечно же королева Мария она была очень разгневана на сына то что он не верен долгу он подрывает основы института монархии и конечно взаимоотношения между сыном и матери в этом контексте были весьма напряженными поэтому собственно уже есть иное свидетельство о котором писал Эдуард моя печаль была смешана с недоверием к тому что какая-то мать могла бы быть такой жестокой и жесткой по отношению к своему старшему сыну в течение стольких лет и в то же время такой требовательной в отношении своего старшего сына наконец не смягчившись не на йоту боюсь кровь в ее венах всегда была такой же ледяной как сейчас при смерти понимаете вот два определенных впечатления которые король Эдуард VIII оставил уже о своей матери вот действительно каковой была эта женщина Мария королева Великобритании она была властной она была очень строгой она была абсолютно верной своему долгу или все-таки это была женщина которая понимала насколько она хочет чтобы любовь и счастье были в жизни своего собственного сына и вот это самое Олис Симпсон а это та женщина с которой ты по-настоящему заслужил свое человеческое счастье разные представления и разные понимания о счастье безусловно имели место в рамках взаимоотношения матери и сына в 1901 году королева Виктория скончалась и тесть Марии взошел на престол Великобритании под именем Эдуарда Седьмого большую часть оставшегося года Джордж и Мария были известны как герцог и герцогиня Корноольские и Йорские в течение восьми месяцев они путешествовали по Британской империи они посетили Гибралтар Мальту Египет Цейлон Сингапур Австралию Новую Зеландию Маврики Южную Америку и Канаду и при этом я это говорю к тому чтобы мы с вами понимали Королева Мария она стала первым представителем британской королевской фамилии которая со своим супругом такое большое количество стран входящих в состав Британской империи посетили семья перенесла свою лондонскую резиденцию из Сент-Джеймского дворца в Мальборо Хаус и вот я обращаю ваше внимание на именно этот дом потому что ранее он принадлежал семье герцогов Мальборо потом в начале 19 века его приобретают представители британской королевской фамилии и этот Мальборо Хаус он уже находится в их собственности и вот именно этот дом этот дворец как его еще называют он становится местом постоянной дислокации жизни самой королевы Марии уже в статусе когда она была вдовою и вообще надо сказать она очень полюбила Мальборо Хаус там впоследствии она и ушла из жизни это тоже свидетельствует о том что это был человек очень любящий некую оседлость жизни комфорт тот комфорт который она очень ценила поэтому она крайне неохотно меняла места проживания и если вынужденные только обстоятельства определенные случались о чем мы с вами позднее также поговорим как принцесса Уэльская Мария сопровождала своего мужа в поездках в Австро-Венгрию и Вертемберг в 1904 году и конечно для нее это были поездки не случайные во многом также и личные потому что она все-таки сама по линии своего отца она была прямым потомком именно Вертембергской королевской фамилии хотя и марганатической линии в следующем году она родила своего последнего ребенка принца Джона и вот надо сказать что рождение его конечно для нее во всех смыслах было испытанием потому что она рожала его с очень большими физическими трудностями и ребенок тогда появившийся на свет испытывал очень большие проблемы с дыханием то есть он родился уже очень слабым а потом впоследствии выяснилось что он страдает эпилепсией и понимаете вот эта боль и проблема королевы Марии и ее семьи она конечно будет очень глубоко в ее душе постоянно сидеть находиться никуда ее не будет эта проблема покидать принц Джон скончался в 1919 году от одного из приступов эпилепсии и вот тогда впервые надо отметить очень важный аспект что публика Великобритании узнала истинную причину смерти этого принца а газеты тогда написали что принц умер от эпилепсии могли бы написать что-то другое совершенно не связанное с истинной причиной обращаю ваше внимание на то что когда родился в России наследник цесаревича Алексея с вот этой болезнью гемофилии ведь это мы сейчас об этом знаем а на тот момент это была государственная тайна это был наследник престола поэтому это государственные интересы это очень как вы понимаете уязвимое положение царской фамилии и поэтому о проблемах со здоровьем цесаревича знали только лишь самые близкие родные люди а что касается принца Джона он его кстати двоюродный брат цесаревича Алексея принц Джон он был младшим сыном но при этом он также страдал и у него была еще вот собственно говоря как и очень многих других принцев болеющих на тот момент различными подобными заболеваниями в то время проблема как раз таки того времени были определенные стереотипы представление о том что если ребенок болеет вот в данном случае такой болезнью об этом не следует распространяться и вообще в целом внимания к этой проблеме не должно быть поэтому Джона очень долгое количество времени особенно уже в последние его годы жизни прятали от публики не на публичные мероприятия какие-то его не брали то есть мальчик очень был замкнутым в этом отношении это тоже была очень большая проблема для родителей но вот таковы были определенные стереотипы того времени не принято было показывать своих больных детей но тем не менее 19-й год обращаю ваше внимание тогда газеты написали истинную причину смерти принца могли бы не писать и это свидетельствует о очень больших переменах которые тогда стали происходить в рамках уже британского института монархии 1919-й год и я также обращаю ваше внимание на то что тогда уже если мы с вами обратимся к замечательному сериалу который несколько лет тому назад стартовал на широких экранах аббатства Даунтон одна из дочерей графа Грэмтона одного из главных героев этого сериала средняя если быть точнее дочь она рожает ребенка находясь в очень сложном положении она не замужем и тогда приходится делать следующее отдавать этого ребенка чтобы скрыть позор получается вот незамужней женщины которая родила будучи не в браке своего ребенка она отдает его на попечение фермерской семье которая работает на землях принадлежащих отцу ее графу Грэмтону и потом впоследствии она решает конечно этого ребенка забрать у семьи это была большая психологическая проблема уже для обоих для обеих женщин но это конечно свидетельство и того что перемены стали происходить в обществе и вот этот сериал об адство Даунтон он тем и хорош он показывает истории в максимальной степени приближенные к реальности которые происходили тогда в 1919 20 году в Великобритании как менялось общество тогда вот эта средняя дочь Грауфа английского она смогла преодолеть очень многие стереотипы того времени и сказать о том что да я родила ребенка вне брака и это мой ребенок и я хочу сама заниматься его воспитанием и мне не стыдно что я буду его показывать всем и вы все будете его видеть мне не стыдно за это это мой ребенок и я хочу сама идти по своему собственному жизненному пути вперед она становится журналисткой то есть то что абсолютно вообще невозможно себе представить как дочь графа то есть леди английская вообще может работать да еще и к тому же журналисткой то есть понимаете в этом смысле сериал Даунтон он ставит эту проблему очень серьезную а именно женской эмансипации появление уже женщины в рамках социального пространства английского общества как четкого индивида и в данном случае вот те перемены которые происходят очень хорошо чувствует и институт британской монархии потому что происходят революции в России в Австрии Венгрии в Германии престолы теряются но что делать нужно сохранять свой собственный престол поэтому нужно быть ближе к народу а следовательно сказать правду и тогда народ узнал о том что принц Джон он болел эпилепсии а дальше происходит следующая ситуация второй очень важный звоночек это 1923 год когда сын уже ставший в статусе королевы Великобритании Марии ее второй сын герцог Йоргский Альберт он говорит своей семье что хочет соединить жизнь и судьбу с дочерью шотландского графа Стратмара а мы с вами уже из лекции посвященной принцессе Дианы знаем что шотландская знать она стояла на порог ниже английской да еще и к тому же такая достаточно второстепенная шотландская да древняя но не очень такая влиятельная семья Боус Лайон но тем не менее королева Мария она едет в замок Глэмис в родовую вотчину семьи графов Стратмаров ей интересно познакомиться с Элизабет Боус Лайон с леди Элизабет Боус Лайон дочерью графа Стратмара что же она из себя представляет эта девушка незнатного происхождения но тем не менее в которой так влюблен ее сын и вот здесь тоже очень важные обстоятельства которые как мне кажется исключительно такая версия может быть вы со мной не согласитесь может быть поспорите но тем не менее она говорит о Марии как тоже о женщине которая прошла вот это вот испытание испытание связанное с тем что ее семью не считали ровней королевской она сама испытывала очень многие проблемы связанные с тем что не принимали эту семью герцогов тэрских на равных смеялись над ее матери потому что мать излишний вес имеет смеялись над отцом который подряз в долгах а здесь такая ситуация вот дочь графа шотландского в которой так влюблен сын вот как она как мать должна в этой ситуации поступить с одной стороны сказать что она не ровня моему сыну он же герцог йорский он член британской королевской фамилии но нет Мария поступает очень мудро она вообще держит молчание и считает что это решение должно быть принято исключительно ее сыном Альбертом и вот собственно он и женится на ней королева соглашается с его выбором и мы уже знаем историю всю дальнейшую Елизаветы Боуслайн Елизаветы Королевы Матери о которой мы также с вами будем говорить в отдельной лекции но вот это обстоятельство как мне представляется и говорит очень хорошо о мудрости Марии которая понимает здесь следующее что с одной стороны Елизавета в каком-то смысле находится и в том же положении в котором сама Мария находилась в ее возрасте а второй момент это то что институт британской монархии он требует перемен время меняется и вот то что дочь шотландского графа может войти в состав британской королевской фамилии это есть очень хорошая констатация того что Мария очень думающая женщина она понимает чтобы сохранить институт монархии необходимо показать обществу и народу то что по сути дела мы готовы на перемены и в этом ее безусловная мудрость они с Георгом были коронованы в Вестминстерском аббатстве коронация прошла в 1911 году и в начале периода своего нового статуса Мария как супруга короля имела определенный конфликт который тоже очень хорошо раскрывает ее как личность это был конфликт с ее свекровью королевой Александрой которая была родной сестрой русской императрицы Марии Федоровны жены Александра Третьего королева Александра не желала расставаться с очень многими драгоценностями которые ей принадлежали по статусу и не хотела чтобы Мария она по сути дела занималась тем что замещает уже Александру на различных официальных мероприятиях и вот тут между женщинами происходит конфликт и Мария делает все для того чтобы уже очень четко заявить своей свекрови что ваше время уже прошло теперь я королева и теперь я принимаю очень многие решения и это мое право владеть семейными драгоценностями то есть понимаете в каком-то смысле вот здесь с момента уже вступления на престол Георга Пятого проявляется королева Мария как вот именно та женщина которая прошла очень непростое испытание в рамках своего собственного детства когда у нее были проблемы и с финансами и у нее никогда не было такой возможности иметь вот эти все драгоценности которые у нее сейчас по уже ее статусу могут ей принадлежать понимаете и она добивается своего королева Александра отступает и передает ей все причитающиеся уже ее статусу драгоценности во время Первой мировой войны королева Мария ввела во дворце режим строгой экономии при этом при всем в рамках которой она распределяла продукты по карточкам и навещала в госпиталях раненых и умирающих военнослужащих что вызывало у нее сильное эмоциональное напряжение после трех лет войны против Германии и на фоне нарастающих антигерманских настроений в Британии российской императорской семье свергнутой в результате революции было отказано в убежище и это также очень серьезный вопрос и один из слушателей мне задал также этот вопрос а почему так произошло почему Мария и Георг не захотели принять царскую семью в Великобританию вот как раз таки это и есть очень хорошая констатация того что они очень думающие люди они тогда заботились о своем собственном престоле и о его благополучии поэтому необходимо было не вступать на очень зыбкую почву и если царь России и его семья будут жить в Лондоне соответственно а как уже с ним обращаться кто он будет там по статусу каким образом Великобритания может налаживать отношения с новым правительством в России если легитимный царь признаваемый Великобританией вот он здесь есть уже в Лондоне да еще и к тому же ко всему прочему царь который лишился престола в Великобритании в России а в Великобритании в этот момент нарастают рабочие очень такие антимонархические настроения у власти кабинет лейбористов зачем рисковать Георгу Пятому потерять престол поэтому было принято на семейном совете в котором также принимала участие королева Мария это решение не предоставлять возможности царской семье из России приехать в Великобританию потому что это не отвечало британским интересам хотя казалось бы Георг Пятый это двоюродный брат Николая Второго так на него похожи как две капли воды их родные матери сестры да еще ко всему прочему это страны союзницы Британия и Российская империя в годы Первой мировой войны но вот в данном случае как обстоятельства личного порядка распределяет уже действия последующего уже значения и соответственно печальную судьбу царской семьи мы с вами знаем при этом также хочу обратить ваше внимание на то что когда Мария становится королевой Великобритании именно такое она принимает имя хотя ее полное имя Виктория Мария она считает что неправильно именоваться Викторией Марии когда уже недавно совсем скончалась королева Виктория она должна войти в историю под своим иным именем пускай это будет имя Мария поэтому мы именно так ее и знаем королева Великобритании Мария королева консорт ко всему прочему она очень надо сказать должна поддерживать своего супруга во время его царствования она помогает ему составлять различные официальные речи вообще надо сказать что она была великолепным знатоком историей именно королевской семьи поэтому она штудировала книги много читала знала изучала и для нее было очень важно чтобы семья королевская олицетворяла вот то о чем я уже также неоднократно говорил это королевское величие и также надо отметить что в свой юбилей король Георг Пятый публично воздал должное своей жене сказав своему спичрайтеру поместите пожалуйста этот абзац в самый конец я не могу позволить себе говорить спокойно о королеве когда я думаю обо всем что я ей должен Георг умер после того как произошла надо сказать очень такая вот история непростая потому что по сути дела он был человеком на протяжении очень долгого времени подверженным страсти страсти и зависимости я бы даже сказал от курения при этом сама Мария она также курила и это тоже была ее большая проблема и это тоже усугубляло ее здоровье и это тоже очень интересная деталь потому что с одной стороны она говорит о величии она была во всех смыслах человеком очень любящим показывать это достоинство и верность долга но она заядлая курильщица представьте себе как вот это все сочеталось в рамках вот этой одной женщины но ее супруг он действительно очень страдал от болезни легких у нее были у него были большие проблемы поэтому даже пришлось на семейном совете согласие королевы ввести определенную дозу морфия и собственно в результате фактической эвтаназии даже можно это так назвать король Георг V скончался ушел из жизни и королева стала вдовой и в течение года намерения Эдварда сына уже и наследника Георга V ставшего королем под именем Эдуард VIII жениться на дважды разведенной американской возлюбленной Оли Симпсон привел к его отречению от престола Мэри не одобряла развода который противоречил учению англиканской церкви и считала Оли Симпсон совершенно неподходящей для того чтобы быть женой короля получив совет от премьер министра соединенного королевства Стэнли Болдуина а также правительств доминионов о том что он не может оставаться королем и жениться на Симпсон Эдвард принимает для себя это решение отречься от престола несмотря на верность и поддержку своего сына Мария не могла понять почему Эдуард пренебрегал своими королевскими обязанностями в пользу своих личных чувств Симпсон была официально представлена как королю Георги Пятому так и королеве Марии при дворе но позже Мария отказалась встречаться с ней публично или наедине она считала своим долгом оказывать моральную поддержку своему второму сыну более сдержанному в проявлении чувств принцу Альберту Герцогу Йоркскому Альберт зашел впоследствии на престол под именем Георга Шестого это отец королевы Елизаветы Второй Когда Мария присутствовала на коронации она стала первой британской королевой матерью короля которая на такой церемонии принимает участие потому что ранее считалось как если скончался король вступает на престол новый происходит церемония коронации то только его жена может присутствовать на этой церемонии время предшествующей королевы оно уже прошло но Мария принимает для себя совершенно иное решение и она присутствует на коронации своего собственного сына тоже это такой небольшой психологический аспект который как мне кажется хорошо ее характеризует она очень хочет дать всем понять именно то что ее статус он не пререкаем он не заканчивается она Мария королева Великобритании такая же как и новая королева Елизавета королева мать как мы уже знаем ее в истории отречение Эдуарда не уменьшило ее любви к нему но она никогда не колебалась в своем неодобрении его действий королева Мария занималась воспитанием своих двух внучек старшей принцессы Елизаветы и младшей принцессы Маргарет и надо отметить что вот это очень хорошо показано в различных эпизодах сериала корона это очень важный аспект и там замечательно показано то как юная Елизавета принцесса она приходит к своей бабушке для того чтобы у нее взять некие советы по части того как в тех или иных ситуациях лучше разобраться и она ей дает очень важные советы и говорит то как ей нужно действовать как ей нужно жить и работать уже в рамках ее нового статуса вот поэтому я ей говорю что для формирования личности Елизаветы второй ее бабушка королева Мария она сыграла огромную колоссально большую роль и во многом обусловила вот все те дальнейшие уже потом представления и понимания о королевском служении Елизаветы второй да еще ко всему прочему посмотрите как похожи Елизавета королева Великобритании и Мария ее бабушка даже чисто внешне очень многие действия очень многие даже повадки и какие-то даже эмоции на лице это вот все то что очень их объединяет во время Второй мировой войны Георг VI пожелал чтобы его мать эвакуировали из Лондона хотя она сопротивлялась все же она решила жить в Бэдминтон-хаусе в Глостершире со своей племянницей Мэри Сомерси от грицогини Боффордской которая была дочерью ее брата Адольфа первого маркиза Кембриджского вот о чем я уже и говорил ранее в первой части когда мы с вами обсуждали уже непосредственную историю семьи герцогов Текских ее личные вещи были привезены из Лондона в 70 единицах багажа ее домашнее хозяйство состоявшее из 55 слуг до окончания войны занимало большую часть дома за исключением личных апартаментов герцога и герцогини единственными людьми которые жаловались на устройство были королевские слуги которые сочли дом Бэдминтонский дворец слишком маленьким хотя королева Мария расстроила тогда свою племянницу тем что приказала сорвать со стен дворца древний плющ поскольку считала его непривлекательным и даже опасным из Бэдминтона в поддержку военных действий она посещала войска и фабрики и руководила сбором металлолома было известно что она подвозила солдат которых замечала на дорогах в 1942 году погиб ее второй сын Джордж Герцог Кенский во время авиационной катастрофы в годы второй мировой войны и это становится вторым большим ударом для нее и очень большой личной потери утраты но опять-таки же никто не видел как ей больно как она страдает она никому не показывала своих чувств хотя надо сказать что Джордж Герцог Кенский он был самым ее любимым младшим сыном то есть можно себе представить какие для нее это были внутренние конечно страдания позднее Мария вернулась жить в Мальборо Хаус где она уже и скончалась Мария была страстным коллекционером предметов ювелирных искусств и картин связанных с королевской семьей она заплатила выше рыночной оценки при покупке драгоценностей вдобствующей императрицы Марии Федоровны российской императрицы вдовы Александра Третьего и заплатила почти в три раза больше чем при покупке семейных кембриджских изумрудов у леди Килмори возлюбленной ее покойного брата Фрейнсиса когда по сути дела она занималась тем что возвращала то что Фрейнсис подарил своей фаворитке в 1924 известный архитектор сэр Эдвин Лютьен создал кукольный дом королевы Марии для ее коллекции миниатюр иногда ее критиковали за чрезмерное приобретение предметов искусства для королевской коллекции несколько раз она выражала хозяевам или другим людям что восхищается чем-то что есть у них в доме в ожидании того что владелец захочет это подарить ведь перед ним стоит сама королева иногда она и вовсе могла одолжить и не вернуть понравившуюся ей ювелирную вещь какое-то украшение ее обширные знания и исследования королевской коллекции помогли идентифицировать артефакты произведения искусства знания о которых были утеряны как только она выявляла невозвращенные предметы по старым инвентарным спискам она писала владельцам с просьбой вернуть их помимо того что она была заядлым коллекционером мэри также заказывала множество подарков в виде драгоценностей в том числе кольца которые она дарила своим фрейлинам по случаю их помолвки также хочу обратить ваше внимание на то что ювелирные украшения дома романовых также не прошли мимо глаз королевы марии она знала действительно толк в этих бриллиантах и поэтому знаменитая владимирская тиара которая в свое время принадлежала великой княгине марии павловне старшей супруги великого князя владимир александровича это один из старших сыновей александра второго потом последствия проданные уже после революции романовыми она была перекуплена людьми королевы марии и на сегодняшний день владимирская тиара она является собственностью британской королевской фамилией не случайно что в 1994 году именно она была надета на королеве великобритании елизавете второй во время ее официального визита в россию чтобы подчеркнуть вот эту определенную связь с русской землей в 1952 году скончался сын королевы марии георг шестой король великобритании и таким образом она в течение всей своей жизни потеряла троих сыновей вот это был ее последний и очень ее оставшийся в живых горячо любимый сын и конечно для нее это была большая боль и вот эта фотография три женщины в черном королева мария королева мать елизавета и внучка елизавета вторая новая королева великобритании вот это фото тогда разлетелось по всему миру и на самом то деле огромное количество людей по всему миру впервые увидели королеву марию в определенном смысле сломленной было видно что эта женщина она действительно очень страдает это наверное одно из немногих ее публичных появлений именно в таком свете и конечно вот эта вот боль от утраты сына она не прошла даром и она стала очень плохо себя чувствовать и в 1953 году ушла из жизни она прожила большую жизнь 86 лет и единственная последняя ее просьба к ее внучке королеве великобритании елизавете второй заключалась в том чтобы ни в коем случае не откладывали коронацию потому что ее смерть не должна была помешать этому важному церемониальному акту в истории британской монархии потому что королева Мария всю свою жизнь посвятила именно служению института британской монархии таким образом мы с вами сегодня рассмотрели историю женщины которая сочетала в себе с одной стороны такую неочевидную составляющую противоречивую суть с одной стороны она очень активно показывала то насколько она является приверженцем этого королевского величия и она передала это понимание этого высочайшего величия своей внучке понимание строгости долга верности служению института британской монархии но с другой стороны вот это вот скрытое мы с вами сегодня обнаружили что действительно есть вот эти личные комплексы женщины она оказывается действительно с течением многих лет вот своей именно детской жизни испытывала это определенное давление что она несколько находится в стороне она не ровня королевской семье над матерью смеялись отец в долгах у нее не было таких возможностей которые когда уже у нее стал этот новый статус для нее действенным появились и мы с вами говорим о женщине на самом деле достаточно имеющим на мой взгляд вот эти вот комплексы детства и потом последствия она это реализовывала уже в течение всей последующей жизни когда приобретала вот эти все ювелирные украшения так она это все любила так тщательно за всем следила что связано именно с этими украшениями но ко всему прочему это была и женщина очень ранимая потому что мы с вами убедились в том что смерть ее троих сыновей это конечно были большие для нее личные удары но и ко всему прочему это была женщина не без определенных недостатков скажем если вы просите кого-то показать какую-нибудь понравившуюся вам или вы знаете что это ювелирная вещь в этой семье есть покажите мне эту вещь а вы можете мне ее одолжить берет эту вещь а потом и не отдает и то что она замечательная была как мы с вами уже убедились и курильщица также то есть в этом смысле это очень такая фигура двусмысленная уже получается во всяком случае сегодня мы с вами попытались посмотреть на Марию королеву Великобритании бабушку королевы Елизаветы II вот именно с этих человеческих составляющих в контексте безусловно той истории которая мною была подготовлена и вам соответственно дана я надеюсь что вам было интересно я еще раз прошу вас не забывать подписываться на канал ставить свои лайки задавать вопросы и конечно исправлять меня если вы какие-то ошибочки подмечаете видите в моей речи или в каких-то датах деталях потому что я живой человек я могу ошибаться и конечно же я готовлю большое количество информации для того чтобы мы с вами все вместе интересующиеся этой темой королевских царствующих отцов занимались их исследованием изучением смотрели на них прежде всего как на людей как на нас самих с нашими собственными какими-то и интересами и потребностями и радостями и горестями с достоинствами и с недостатками спасибо вам большое за внимание я работаю для вас и от чистого сердца до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч